Пару недель назад руководство Ресурснефти заявило, что сворачивает бизнес в Хабаровском крае. Мелкие компании больше не в состоянии закупать топливо по ценам, которые назначают крупные игроки. Чуть позже стало известно о соглашении, которое подписали нефтяные компании и перерабатывающие заводы. Они договорились заморозить цены до конца года. Помогут ли эти меры, выясняла Ксения Брониславская. Бензина нет, АЗС не работает. Такие объявления в конце октября появились на бензоколонках компании Ресурснефть. Ей принадлежало 27 заправок по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Сегодня осталось всего 9. Свернуть бизнес пришлось из-за роста закупочных цен на топливо. Для потребителей 95-й бензин подорожал с июня в среднем на 34 копейки. Разница, казалось бы, незначительная, но в месяц уходит уже на 300 рублей больше. Сдержать цены на топливо призвано соглашение Минэнерго и Антимонопольной службы России с крупными нефтяными компаниями. В их числе Роснефть, Газпром, Нефтегазхолдинг и Лукойл. Они договорились хотя бы до конца года заморозить цены на бензин и дистопливо. Соглашение было подписано на прошлой неделе, а уже спустя несколько дней в газете «Коммерсант» опубликовали статью о том, что крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать цены. Они начали сокращать или вообще отменять скидки по топливным картам для корпоративных клиентов. Другая проблема возникла у мелких компаний. По словам представителей Ресурснефть, цены, может, и заморозили, но теперь топливо купить сложно. Отпускают по одной тонне в месяц. На самом деле, сторонним организациям реализация топлива вообще запрещена. Никто не отпускает. Люди стоят там, говорят, что чуть ли не по 12-15 часов стоят в очереди на базе. Пока мелкие компании видят один выход. Сокращают число заправочных станций, ищут новые каналы поставок топлива. Нефтяникам, между тем, в январе разрешат поднять цены на 1,5-2% в связи с повышением НТС. Ксения Брониславская для программы Новости.